Здравствуйте! История Осирия Среднеосирийская империя 1392-1056 годы до н.э. Средний период 1365-1056 годы до н.э. Пильных царствует великих царей, таких как Ашуру Болит и Арикден или Тукультини Норта и Тиглот Паласарья. В этот период Осирия свергли империю Ури. Метанни затмил империю Хетов, Египетскую империю, Вавилония, Элам, Ханаун и Фригию на Ближнем Востоке. Осирийские войска возвращаются после победы к правлению Эри Баадада и 1392-1366 годы Г.Г. До н.э. влияние Метанни на Осирию было на убыль. Эри Баадады был вовлечен в династическую битву между Тушратой и его братом Артатом Эйдван, а после этого его сыном Шутарной Три, который называл себя королем Хури, ища поддержки у ассирийцев. Ашуру Балетии, 1365-1330 годы до н.э. пошел дальше, победив Шутарну Три и положив конец империи Метанни, а затем осирийский царь аннексировал ее территорию в Анатолии и Леванте, превратив Осирию еще раз в крупную империю. Честолюбивый ассирийский царь пошел еще дальше, напав на Вавилонию, завоевав ее и посадив на ее трон марионеточного правителя, верного себе. Затем Осирия присоединила к себе вавилонскую территорию в центральной Месопотамии. Энлил Нерари, 1330-1319 годы до н.э. также победил коситских царей Вавилонии. Хеты, не сумевшие спасти Метанни, объединились с Вавилоном в безуспешной экономической войне против Осирии в течение многих лет. Осирия теперь была большой и могущественной империей и представляла серьезную угрозу интересам Египта и хетов в регионе, и, возможно, это была причина того, что эти две державы, опасаясь осирийских амбиций, заключили мир друг с другом. Арик Ден-Илли, 1318-1307 годы г.г. до н.э. продолжил кампанию, войдя в северный древний Иран и покорив доиранских кутианцев, Туруку и Негимхи, а затем двинулся вглубь Леванта, покорив сутианцев, Ахламу и Юру. Его преемник Одат Нерари и, 1307-1275 годы до н.э. был еще одним очень успешным военачальником. Он победил и завоевал Хуру-Метаннинское королевство Ханегалбат и остальные независимые Хуру-Метаннинские королевства Анатолии, несмотря на попытки хетов. Чтобы поддержать своих союзников, и нанесли сокрушительное поражение Вавилонии в битве при Кар-Иштаре, аннексировав большие участки Вавилонской территории, хетские цари во время его правления проявили умиротворение по отношению к ассирийскому царю. Салманасар и, 1274-1245 годы до н.э. завоевал восемь королевств в Центральной Анатолии за свой первый год, а на следующий горд он победил коалицию хетов, хуритов, Метани и Ахламу, аннексировав еще больше территорий в Анатолии и Леванте и сохранив ассирийское владычество. Над Вавилонией и северо-западом Древнего Ирана Салманасар также провел обширные строительные работы в Ассуре, Неневе и Арбеле и основал город Калху, библейский Калах, Немрут, сын и преемник Салманасара, Тукультини Нурта и, 1244-1207 годы ГГ. До н.э. одержал крупную победу над хетами и их царем Тутхалья IV век битвы принехли и взял тысячи пленных. Вместо того, чтобы просто покорить вавилонских царей, как это делали его предшественники, он напрямую завоевал Вавилонию, взяв в плен Каштилиаша IV и правил там сам в качестве царя в течение семи лет, приняв старый титул царь Шумера и Акада, впервые использованный им Саргон Акадский. Таким образом, Тукультини Нурта и стал первым аккадскоговорящим коренным жителем Месопотамии, который правил государством Вавилония. Его основателями были иностранные амореи, наследовавшие не менее иностранным касситом. Тукультини Нурт обратился с просьбой к Богу Шамашу перед тем, как начать контрнаступление. Каштилиаш IV был схвачен Тукультини Нуртой в одиночку, по его словам, который наступил моими ногами на его господствующую шею, как на скамеечку для ног, и депортировал его в позорных цепях в Осирию. Победившие осирийцы разрушили стены Вавилона, вырезали многих жителей, разграбили и разграбили его путь через город к храму Эс-Агила, где он скрылся со статуей Мордука. Средние осирийские тексты, обнаруженные в древнем Дуркатлиму, включают письмо Тукультини Нурты своему Сукаль-Раби Апострофу, или великому визирю Ашур-Эддену, сообщающие ему о приближении своего генерала Шульман-Муш-Эпшу, сопровождающего пленного Каштилиаша, его жену, и его свита, в которую входило большое количество женщин, направлявшиеся в изгнание после своего поражения. В процессе он победил эламитов, которые сами желали Вавилона. Он также написал эпическую поэму, описывающую его победоносные войны против Вавилона и Элама. Он продвинулся дальше на юг, на территорию современной Аравии, завоевав доарабские южно-семитские царства Дильмун и Милуха. После Вавилонского восстания он совершил набег на храмы в Вавилоне и разграбил их, что было расценено как кощунство. Когда отношения со священством в Ашуре начали ухудшаться, Тукультини Нурта построил новую столицу, Карту Культини Нурта. Затем последовала череда коротких царствующих царей. Ашурн-Адинопли, 1207-1204 годы ГГ. До нашей эры, Ашурн-Нерари-3, 1203-1198 годы ГГ. До нашей эры, Эн-Лиль-Кудрюзур, 1197-1193 годы ГГ. До нашей эры, Ининор-Тапал-Экур, 1192-1190 годы ГГ. До нашей эры, и не было никаких значительных расширений империи за время их короткого правления, и Вавилония, похоже, на какое-то время освободилась от ассирийского аига. Ашур-Дан-И, 1190-1144 годы ГГ. До нашей эры, завоевал огромные территории Вавилонии, покорил ее царя и забрал большую часть добычи домой в Ассирию. Однако это привело к конфликту с могущественными эламитами юго-запада древнего Ирана, которые сами охотились на Вавилонию. Эрламитам удалось фактически взять ассирийский город Тарафа, современный Киркук, прежде чем они были окончательно разбиты и изгнаны из Ассирийской империи. После смерти Ашур-Дана I века Сирии начались гражданские волнения, за которыми последовали Ненур-Тату-Культи Ашур и Мутакил-Нусков в течение 1133 год до н.э. Ашур-Веш-Иши-И, 1133-1116 годы до н.э. Восстановил традицию могущественных царей-завоевателей. Он двинулся на восток, захватив регион Загрос в Древнем Иране, и покорил Аммареев, охламу и новоявленных арамейцев в Ливанте. Он также победил амбициозного Навуха Данасара и Вавилонского, присоединив при этом территорию Вавилона Теглат-Пелесар и 1115-1074 годы Г.Г. До н.э. оказался долгим правителем и всепобеждающим правителем, который твердо подчеркивал положение Ассирии как ведущей военной державы мира. Его первая кампания была против фригийцев и каскинцев в 1112 году до н.э., которые пытались занять определенные управляемые ассирийцами хетские районы в Верхнем Ефрате, затем он захватил Каагену и Восточную Каппадокию и изгнал хетов из ассирийской провинции Субарту, к северо-востоку от Малатии. В последующей кампании ассирийские войска проникли в горы к югу от Азерован, а затем повернули на запад, чтобы получить подчинение Малатии и Урарту. На пятом курсе Теглад Пелесар напал на Киликию и Каману в Каппадокии и поместил запись своих побед, выгравированную на медных пластинах, в крепости, которую он построил для обеспечения своих киликийских завоеваний. В Арамеях северной и центральной часть Сирии были следующими целями ассирийского царя, который сделал свой путь, насколько источники Тигра. 74. Контроль над дорогой к Средиземному морю был обеспечен владением хетского города Петру. 75. На стыке Ефрата и Саджура. Оттуда он приступил к завоеванию хануанских, финикийских городов государств Библ, Тир, Сидон, Семира, Берет, Берут, Аратии, наконец, Арват, где он сел на корабль, чтобы плыть по Средиземному морю, на котором он убил Нахиру или морского конька, что А. Лиапингейм переводит как Нарвал, в море. 74. Он страстно любил охоту, а также был великим строителем. По общему мнению, одной из его инициатив было восстановление храма богов Ашура и Хадада в ассирийской столице Асур, Ашур. 74. Его сменил Ашарит Апал-Экур, который правил лишь короткое время. Ашур Белкала, 1073-1056 годы до н.э., удерживал огромную империю вместе, успешно проводя кампании против Урарту и Фриги на севере и арамейцев на западе. Он поддерживал дружеские отношения с Мардук-Шапик-Зири из Вавилона. Однако после смерти этого царя он вторгся в Вавилонию и сверг нового правителя Кадашмана Буреша, назначив Адата Плаэддину своим вассалом в Вавилоне. Он построил огни из самых ранних зоологических и ботанических садов в Ашуре, собирая всевозможные животные и растения из своей империи и получая в подарок коллекцию экзотических животных из Египта. В конце его правления Средняя Ассирийская империя разразилась гражданской войной, когда восстание было организовано Тукультимером, претендентом на престол Ассирии. В конце концов, Ашур Белкала разгромил Тукультимера и его союзников, однако гражданская война в Ассирии позволила ордам арамейцев воспользоваться ситуацией и напасть на территорию, контролируемую ассирийцами с запада. Ашур Белкала контратаковал их и завоевал Дакархимиша и истока реки Хабур, но к концу его правления многие области Сирии и Финики и Ханауна к западу от этих регионов до Средиземного моря, ранее находившиеся под твердым контролем Ассирии. Конечными итоги были потеряны для Средне-Ассирийской империи. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.